ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Мда, это я! Я, я, я так придумала! Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, немного красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять. Ходить по музеям и в горы взбираться, в общем, люблю я отдыхать. Глобус, какой день сегодня хороший? Хочется куда-нибудь поехать, ну или полететь, или поплыть. Ну, не знаю, лягушка. Может, лучше дома посидеть и спечь что-то вкусное, а в путешествии потом. Да ладно, ладно, лягушка, будет тебе путешествие. Только задание сложное в этот раз. Нужно будет сперва раскатать, а потом закатать губу. И обязательно дойти до ручки. Дойти до ручки? Так, посмотрю, что это значит. Попасть в бедственное положение. Глобус, квакой ужас! Не бойся, лягушка, ты же у нас чертый калач. Кручу-верчу! На каникулы лечу! Где же это я, Ква, оказалась? О, нет! Ква-ква, кважица, глобус меня в прошлое отправил. Домики такие старинные, красивые. И собор с куполами разноцветными. Ах! И колокольня! Точно, я в прошлом. Какой это век? Ну, все, дошла до ручки. Лягушка, лягушка, выдыхай. Вон, видишь, люди в кроссовках. Вон там река. Это Коломенка. Она впадает в Москву-реку. Я что, в Москве? О, точно, так выглядела Москва в прошлом. Башни, церкви, ну, все такое маленькое. Да нет же, лягушка, ты в Коломне. От Москвы сюда пару часов на машине ехать. Целых два часа на машине времени. Да на обычной машине, лягушка. В Коломне и правда все уютное и старинное. Но вообще город хоть и маленький, но вполне современный. Тут даже большой завод есть, который оборудование для газификации производит. Ну, ты же знаешь, газом у нас в России компания «Газпром» занимается. А что это за стены такие древние? Высокие? Сейчас ты, лягушка, на территории Коломенского Кремля. А та башня в народе называется Маринкина. В семнадцатом веке в башню заточили узницу, коварную Марину Мнишек. Говорят, она умела превращаться в птицу и вылетала из башни через вон то окно. А еще заклятие на сокровища наложила. И их никто не может найти. Лягушка, лягушка, ты куда? Смотри, ворона полетела. Это точно Ковакова колдунья. Срочно за ней, срочно искать сокровища. Так, ой, куда это я прибежала? Так, музей Калачная. Калачи на вынос. О, хочу, хочу калач. Лягушка, это непростой музей. Тут калачи не только показывают и продают, но и пекут. Может, попробуешь? Так я не умею, Ковакова, калачи печь. Ладно, я умею. Мой лапы. Вот тебе и тесто приготовили. Раньше его долго мяли, буквально терли. От этого и произошло выражение «тертый калач». Так говорят об опытном человеке. Ну, или лягушке. О, точно, меня глобус так называл. Калач, он же круглый и с дыркой посередине, так? Бывает и круглый, но коломенский калач в форме замка или гири. Одна половинка у него толстая и большая – это живот, а другая потоньше – это ручка. Я пеку, пеку, пеку. Кова! О, получилось, кажется. Все, теперь в печь. Кова! Погоди, погоди, лягушка. Сначала надо на толстой части калача сделать небольшой разрез. Раскатать губу. Добавить туда немного муки и снова закрыть тестом. Закатать губу. Это нужно, чтобы калач в печке не лопнул. Сейчас раскатать губу – значит захотеть чего-то недоступного. Да-да, это выражение из-за калачей и появилось. Раскатала и закатала. А теперь в печку. Скоро будет готово. Глобус! Это я с калачами. Я настоящий тертый калач. О, лягушка. Тогда, лягушка, давай чай пить. Этот разрез губу надо снова раскрыть и положить туда масло. Ммм, как вкусно. Ой, глобус. А я уже свой калач съела. Прям целиком. И толстую часть, живот и тонкую ручку. Говорят, раньше тонкую часть калача, ручку, ели только бедняки. Сейчас дойти до ручки – значит попасть в очень трудное положение. Я дошла до ручки. Ручку калача съела. Но это очень, очень кваква вкусно. Теперь можно и к новым кваква-кваникулам готовиться. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять. Ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.